Добрый вечер. В прямом эфире итоги дня. В студии работает Дмитрий Двойнев. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И в начале выпуска коротко о главном. Смаилов, три. Президент Казахстана средне оценил работу правительства, за что он раскритиковал кабинет министров. Расскажем. Чему научат? Сотни школ и детских садов в Туркестанской области не прошли госаттестацию. И это за 45 дней до начала учебного года. Понастроили. Полсотни многоквартирных домов в Павлодаре возвели с нарушениями о проверке антикоррупционщиков в нашем выпуске. Президент Казахстана на тройку оценил работу правительства. Сегодня на расширенном заседании кабинета министров Касымжимар Тукаев раскритиковал цены в магазинах, процветающую коррупцию и насилие над детьми. Бездействие нынешнего состава правительства в условиях особого кризиса потребует кадровых изменений. Они могут последовать уже осенью, предупредил президент. А пока у министров есть время исправить ситуацию. Айгуля Монтаева подробнее. Это расширенное заседание правительства. Рекордсмен по количеству дисциплинарок. Три выговора, замечания. Похвальную грамоту от президента сегодня никто не получил. Да и судя по градусу, критики не за что. В стране дефицит сахара, зависимость от импортного белого песка почти на 90%. И это просчет прежде всего кабинета министров, заявил глава государства. Наказание понесли министры торговли и сельского хозяйства. Ранее по моему поручению был разработан план обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность неисполнения. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению. Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок. Нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Помимо сахара, Made in Kazakhstan вытесняют с прилавков импортные товары отечественные колбасы, сыры и рыбу. И это в условиях сложной международной обстановки, когда вопрос продовольственной безопасности вышел едва ли не на первый план. Торговая система почти наполовину в тени проблем предостаточно. Спекуляции с ценами, отсутствие единой информсистемы мониторинга стоимости товаров. О поручении президента двухлетней давности создать национальную товаропроводящую систему то ли заволокитилась, то ли вовсе затерялась. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сирхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома. В нашей стране фермеры вносят только четверть необходимого объема удобрений. Это связано с их дороговизной. Вдобавок, недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев. Например, Казфосфат продавала значительные объемы удобрений аффилированной компании, которая называется Каз Chemicals Trading House, которая добавляла до 30% торговой наценки. Еще одну оценку неудовлетворительно от Токаева получил министр экологии. Брей Кешев затянул поручение с разработкой Национального банка данных минеральных ресурсов. И это в то время, когда в мире борются за инвесторов. Вместо того, чтобы создать комфортные условия их релокации в Казахстане, в профильных ведомствах продолжают совещаться, встречаться кулуарно и давать возможность обогащаться одним и тем же. Не секрет, что геологическая отрасль страны на сегодня одна из самых закрытых. Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителя. Объявляю министру выговор. Затеяли непонятную волокиту и дискуссии вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Но зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Недоволим президенты темпами цифровизации, особенно последними результатами проверок нацхолдинга «Зерде». Министр Мусин пока что отделался замечанием. Нечем похвастаться и главному энергетику страны. Несмотря на проведенную модернизацию отечественных нефтеперерабатывающих заводов, в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов. К осени, например, эксперты прогнозируют нехватку дистоплива. Основной аргумент правительства – ГСМ вывозят из страны транзитным транспортным жителям соседних стран. Однако президенту уже доложили – виновники снова свои же. Существуют организованные и налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. Агентству финансового мониторинга нужно разобраться, также поручая правительству агентству по защите конкуренции, выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. Это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится в целом на ценах для наших граждан. Некрасочные перспективы и в газовые отрасли объемы внутреннего потребления выросли. Необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработке газа. Для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции. Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями. Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов. Жесткой критике сегодня подверглись и казахстанские дороги. Впрочем, как и всегда, глава государства признал, в дорожно-строительной отрасли процветает коррупция. Да что уж говорить, если даже дорогу в Акорду президент сравнил с Хурах-Корпела, скутным идеалом. Всех виновных в плохом качестве асфальтового покрытия президент поручил привлечь к ответственности, согласно закону. У кабинета министров есть всего пару месяцев, чтобы ситуацию в корне поменять. Иначе уже осенью правительство ждет кадровые изменения, которые, очевидно, не всем чиновникам понравятся. Айгуля Монтаева, Каната Бильдин, при содействии телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Одно из сегодняшних поручений президента – модернизировать сельское здравоохранение. Благодаря пилотному проекту планируется охватить медицинской инфраструктурой 650 населенных пунктов. Это особенно актуально, учитывая, что многие медучреждения, возведенные в рамках госпрограмм, уже разрушаются. Наглядный пример – врачебная амбулатория в селе Сарыбейле, Житасуской области. Там жители боятся посещать больницу. Гульнар Жантасова с подробностями. Вот так изо дня в день персонал больницы, можно сказать, рискуя жизнью, заходит на работу. Сельская врачебная амбулатория обслуживает 2300 человек. А потому посетителей здесь много. В день принимает до 100 пациентов. Среди них и дети. Но опасаться здесь есть чего, говорят пациенты. Вдоль стен пошли трещины шириной больше сантиметра. Буквально отделяется от них и основание кровли, образуя широкие щели. В один день полностью обрушился и кафель в одном из кабинетов. Благо, что не было пациентов в тот момент. Радуются медики. Это же опасно для жизни. Как можно было принимать здание, если так плохо все построили? А где контролирующие органы были? Мы теперь лишний раз сюда боимся приходить. Разве только если совсем прижмет. Пусть снова ремонтируют. Мы же сюда с детьми приходим. Эту больницу строили в короткие сроки. А потом видим, что она вся по швам пошла. Страшно за медперсонал. Это же чьи-то матери, дочери, жены. А если в один день здание обрушится, надо же что-то предпринимать. Неужели власти не задумываются об этом? Обязательно нужно ждать, когда трагедия произойдет. Трагедия не ожидается, заверили в районном отделе здравоохранения. Зданию, возведенному в рамках госпрограммы 100 школ, 100 больниц, всего 10 лет. И оно не признано аварийным. Комиссия выезжала. Установили, что здание не аварийное. На сегодняшний день составлен дефектный акт на проведение ремонтных работ на общую сумму 34 миллиона. Сейчас документы направили в область. Ждем финансирования. Вместе с тем, по данным местного отдела здравоохранения, в Панфиловском районе сейчас насчитывается 7 старых медпунктов, нуждающихся в капитальном ремонте. Гульнар Жантасова, Хон Штургенбаев, ЖТСУСкая область. Итоги дня. Шокирующее преступление произошло в Петропавловске. Ранее осужденный изнасиловал 8-летнюю девочку. Это случилось вчера около 6 часов вечера, недалеко от пункта полиции. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Айртаусского района, который еще продолжает отбывать срок за грабеж в колонии поселения села Альшанка. Его перевели туда из учреждения максимальной безопасности в декабре прошлого года. В областной центр в Петропавловск, он, как и другие осужденные, выезжал на работу. До конца отбытия срока ему оставался еще год. Теперь же грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По прибытию в село Альшанка, то есть в данную колонию поселения, данное лицо было трудоустроено в качестве разнорабочего согласно требованиям трудового и уголовно-исполнительного законодательства. Как его нашли? Нашли с помощью свидетельских показаний, с помощью видеокамер. Был составлен незамедлительно фоторобот. Он убежал и прибыл на свою колонию поселения. Органы полиции его оттуда забрали. Всего же в нашей стране за первое полугодие было совершено 1100 уголовных правонарушений против детей, 118 из них изнасилования. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается снижение, а хотелось бы услышать про искоренение. Уровень преступности в стране существенно снизился, в частности сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скатократства. Об этом главе государства доложил министр внутренних дел. Марат Ахмеджанов также рассказал Касмужемарту Токаеву о том, что прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования. Продолжается цифровизация уголовного процесса. Президенту были представлены и ключевые положения концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением. К другим темам. В Туркестанской области, качество образования, в которой ранее раскритиковал министр просвещения, не прошли госаттестацию 167 учреждений. Это 98 детских садов, 67 школ и 2 колледжа. Причины разные. От несоответствия квалификации учителей и невыполнения учебного плана до неправильного оформления документации и онлайн-дневников. Пока руководители этих образовательных учреждений отделались лишь предупреждениями, но если в течение года нарушения не исправят, учебные заведения могут лишить возможности выдавать выпускникам аттестаты и дипломы гособразца. А в некоторых школах, кстати, выявили также факты нарушения закона о статусе педагога. Были случаи, когда учителей заставляли оформлять подписки на газеты и журналы или ходить на различные концерты в качестве массовки. В некоторых школах педагогов заставляли обходить дома для агитации различных выборов. Все эти директора привлечены к административной ответственности. В столице построят еще один международный вуз. Его возводят в партнерстве с Мичиган State University. Сегодня состоялась церемония закладки первого камня будущего университета. Основным его направлением и станет подготовка специалистов в области дошкольного и среднего образования. В педагогах, как известно, у нас в стране острая нехватка. По прогнозам специалистов только в столице к 2025 году потребуется больше 8 тысяч новых учителей и воспитателей. Новый вуз призван покрыть эти потребности. Кампус университета будет построен за частные инвестиции. И напомню, что глава государства в январе поручила открыть в стране в ближайшие три года не менее пяти филиалов передовых зарубежных вузов. Во-первых, у Мичиганского университета государственного очень большая программа по международной экспансии и партнерствам. Во-вторых, у них одна из сильнейших школ образования. И, наверное, этот университет будет знаком многим нашим гражданам по знаменитому фильму «Не смотри наверх» с Леонардо Ди Каприева, который был как раз профессором астрономии в Мичиганском университете, который первый обнаружил вот эту комету. И еще о строительстве. Акимату Павлодара рекомендовали приостановить выдачу разрешений на точечное строительство. Дело в том, что по итогам проверки антикоррупционщиков выявлено нарушение при возведении почти 50 многоквартирных жилых домов. Некоторые из них строили на месте земельных участков, ранее выданных под автостоянки и частное жилье. Многие дома возводились без обязательных планов детальной планировки. А еще строители игнорировали требования городского генплана. Грубо нарушались нормативы плотности застройки. В итоге на маленьких пятачках возводили многоквартирные комплексы. Данная работа дана на обсуждение общественному совету. Рекомендация носит следующий характер. Мы рекомендуем рассмотреть возможность о временном приостановлении выдачи разрешений документов и изменения целевого назначения земельных участков до разработки плана детальной планировки. Уже наложены штрафы в отношении руководства отдела. Имеются частные определения судов. Первый в Казахстане гематологический центр появится на востоке страны. Об этом заявил глава региона Даниил Ахметов. Центр позволит проводить полный спектр медуслуг от диагностики до реабилитации. Всего же на развитие сферы здравоохранения в этом году планируют потратить больше 30 миллиардов тенге. Также в регионе особое внимание уделяют развитию туризма и социального сектора. Подробности в материале нашего корреспондента. Абайская область в середине 2022 года пришла с хорошими показателями. Удалось увеличить объемы промышленного производства в пять раз. А сельского хозяйства почти в два с половиной. Отчитался Даниил Ахметов. До конца года планируется завершить первый этап по восстановлению простаивающего завода в Серебрянске. Мы попросили премьер-министра страны передать коммунальную собственность. Передавая коммунальную собственность, мы взяли ответственность на реанимацию. 30 лет не могли. Я заверяю вас. Мы знаем, как это нужно сделать. И точно могу сказать, что сделаем. Мы сделали анализ по 8 видам основных видов продукции. Если мы его запустим, то будет конкурентно. Аким поделился планами по развитию побережья Бухтар-Минского водохранилища. Важным этапом для развития туризма там является завершение строительства участка дороги в обход Осиновского перевала. Я заверяю, нам нужно три года побережья будет конкурентно любому другому куронту вместо нашей страны. Возможно, мы и превзойдем их. Только наша область обладает природными ресурсами пантолечений. Что же касается сферы образования, то в этом году в регионе планируют открыть 5 новых школ. Также отремонтировать 40 объектов образования. Всего за 5 лет в регионе возведут 16 учебных заведений. Радгулесель Бекказы. Итоги дня. Продолжаем выпуск. На моренных озерах в горах Зайлийского Алатау начались работы по снижению уровня воды. Как минимум 12 таких водоемов в этом году вызывают опасения у специалистов. В случае прорыва может сформироваться разрушительный селевой поток. Подобное стихийное бедствие, как это уже бывало в предыдущие годы, способно причинить серьезный ущерб в тех районах мегаполиса, которые расположены близко к горам. Все подробности у Григория Беденко. Маринное озеро номер 13 Бис считается потенциально опасным. Ранее здесь уже возникали мощные селевые потоки. Ущерб был серьезным. Были человеческие жертвы. Озеро расположено в верховьях реки Кумбель на высоте 3600 метров над уровнем моря. Ниже по течению река выходит в ущерб Большая Алматинка. В последние годы это место фактически уже соединилось с мегаполисом. В связи с низким температурным фоном в горной местности, в текущем году работы начинаются чуть позже обычного. В целом мы наблюдаем, что в горной местности максимальная температура воздуха ниже на 4 градуса. Как вы видите, моряное озеро находится на стадии заполнения. С ледников интенсивная абляция не наблюдается. В других озерах имеются поверхностные стоки, но моряное озеро еще на стадии заполнения. В окрестностях Алматы расположены 45 моряных озер. Из них 12 считаются опасными. А на 7 в этом сезоне проведут профилактические работы. Главная задача не допустить их переполнения. То есть воды из озера должно уходить немного больше, чем в него поступает в результате таяния ледника. За этим будут следить около 40 специалистов кассели защиты. Их задача обеспечить нормальную работу так называемых сифонов. Это система, состоящая из пластиковых труб. По ним вода из озера уходит самопроизвольно из-за разницы в атмосферном давлении. В общей сложности на 7 озерах установлено 11 сифонных нитей. Подготовлено еще почти 3 километра труб для установки дополнительных систем. Сегодня у ДЧС и кассели защиты есть возможность отслеживать состояние моряных озер дистанционно. На каждом потенциально опасном объекте установлены вот такие автоматизированные станции наблюдения. Приборы здесь полностью измеряют все метеоданные. Кроме того, объект передает вниз картинку. То есть оператор на земле может непосредственно в режиме онлайн наблюдать, что происходит на озере. Как вы знаете, мы в прошлом году полностью завершили внедрение данного проекта. Значит, проект включает 31 станцию. И находясь в дежурной диспетчерской службе кассели защиты и ДЧС города, можно наблюдать и просматривать обстановку на моряных озерах. Кроме того, на всех потенциально опасных озерах будут постоянно дежурить специалисты. Если же уровень того или иного озера начнет меняться, то для откачки воды задействуют промышленные насосы. Григорий Беденко, Радиджи Купов. Итоги дня Алматы. Мангистауские полицейские взяли под усиленный контроль пляжи, на которых запрещено купаться. На побережье между Актау и фортом Шевченко обозначили 10 опасных мест. Степные шоссейные дороги, ведущие к ним отныне, патрулируются с 9 утра до 18 часов вечера. По словам правоохранителей, жителям разрешено находиться на берегу, но заходить в воду нельзя. В противном случае можно получить штраф. Все это делается для безопасности населения, ведь с начала года из-за несоблюдения правил безопасности на воде в регионе утонули 7 человек, и один из них подросток. На сегодняшний день, согласно Кодексу Республики Казахстан, об административных правонарушениях выявлено 60 фактов. Мы ограничились предупреждением о непринятии мер. В случае рецидива предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2 МРП. А теперь новость для любителей шоппинга. Каспий Жума, любимый всеми праздник выгодных покупок от Каспий Киезет, вновь пройдет по всей стране. Стартует он завтра, 15 июля, и завершится в воскресенье. Подробности в репортаже Индиры Уразалиновой. Всенародный праздник выгодных покупок Каспий Жума пройдет 15, 16 и 17 июля. В интернет-магазине на Каспий Киезет и в магазинах по всей стране можно купить в рассрочку до 24 месяцев. Мебель, товары для дома, электронику, ювелирные украшения, автотовары, стройматериалы, товары для здоровья, одежду, детские товары и многое другое. Наши любимые клиенты и партнеры давно ждали проведения Каспий Жума, всенародного праздника выгодных покупок от Каспий Киезет. В этом году Каспий Жума станет самой масштабной. В интернет-магазине на Каспий Киезет представлено более 2 миллионов товаров с бесплатной доставкой. В празднике также принимают участие 70 тысяч лучших магазинов по всей стране. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок и партнерам больших продаж. Я посмотрела себе двуспальную кровать и хотела приобрести. Также я очень сильно обрадовалась, когда я узнала, что будет Каспий Жума. То есть расстройка на 24 месяца, потому что это очень выгодно, удобно, так же не бьет по бюджету. Каспий Жума – праздник не только для покупателя, но и для партнеров Каспий Киезет. Во время Каспий Жума продажи вырастают в несколько раз. Это не первая наша Каспий Жума, и мы очень ждем праздник покупок в рассрочку. Мы каждый раз видим прирост более чем в 5 раз в обороте. И мы, естественно, подготовили все наши торговые площади, нашу складскую программу, наших продавцов. Во время Каспий Жума можно сделать выгодные покупки с бесплатной доставкой в интернет-магазине на Каспий Киезет. А еще для казахстанцев Каспий Киезет приготовил новый сервис – доставку через Каспий Постамат. Теперь не обязательно ждать курьера. Можно заказать доставку в ближайший Постамат и забрать покупку в любое удобное время. Всенародный праздник выгодных покупок пройдет уже скоро – 15, 16 и 17 июля. Опытные любители шоппинга советуют заранее составить список покупок, чтобы успеть купить все необходимое. Индира Розалинова, Хабар. Итоги дня. Евросоюз всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную сбалансированную внешнюю политику Казахстана. ЕС также заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия, в особенности укреплений транспортно-логистических связей с нашей страной, и считает ее ведущим партнером Брюсселя в Центрально-Азиатском регионе. Об этом заявила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Терри Хакла во время видеоконференц-связи с Аккордой. Касымжим Артукаев выразил готовность придать новый импульс стратегическому сотрудничеству с Евросоюзом. А в белорусском Витебске продолжается фестиваль «Славянский базар». Сегодня состоялся второй решающий песенный этап среди детей. Казахстан, напомню, представляет 12-летний Аленур Хамзин. Наш соотечественник исполнил песню на английском. Согласно правилам, сегодня участники должны продемонстрировать свое владение иностранным языком. Жюри присудило нашему юному исполнителю 68 баллов. Напомню, что за выступление накануне он получил максимум 70 баллов. Второй день прошел для меня удачно. Я получил 68 баллов. И считаю, что это очень хороший результат. В Акмолинской области, в селе Зеринда, завершился внеочередной шестой съезд молодежного крыла партии «Аманат» Жастар-Рохэ. В последний день форума исполнительный секретарь партии «Асхат-Уралов» поблагодарил делегатов со всех регионов за активную работу. Он отметил, что сегодня Жастар-Рохэ объединяет свыше 100 тысяч молодых людей по всему Казахстану, из которых 90% — это активисты в регионах. Напомню, в работе съезда приняло участие более 350 делегатов со всех областей страны. Была принята новая программа трансформации молодежного крыла. Изменено название организации и состав Центрального совета. Проведенный съезд молодежного крыла продемонстрировал единство и сплоченность наших юношей и девушек. Я уверен, что молодежное крыло Жастар-Рохэ станет реальным социальным лифтом для молодых казахстанцев и оправдает то высокое доверие президента нашей страны в деле построения нового Казахстана. А теперь о спорте. Казахстанская сборная по настольному теннису начала подготовку к командному чемпионату мира. Осенью он пройдет в Китай. Путевку на участие получили 40 стран. Самый юный участник нашей сборной Алан Курмангалиев уже приступил к усиленным тренировкам. На одной из них побывала наша съемочная группа. У стола восходящая звезда настольного тенниса Алан Курмангалиев. Первая тренировка после небольших каникул до семи поток. 23 турнира только с начала года. И почти все выиграны. В школе, конечно, Алан бывает редко. Но восьмой класс окончил хорошистом. Недавно, однако, уступил первую строчку мирового рейтинга. Сейчас он второй в своей возрастной категории. Кому отдал? Японец. Слушай, ну что мой секрет? Чем китайцы и японцы? В чем дело? Ну, они больше тренируются. У каждого по три тренера, свой массажист, свой психолог. У них прям это все очень профессионально. Это у них считается, как у нас. Например, борьба бокса у них там. Это настольный теннис у них. Алан говорит, что тоже старается выкладываться на все 100%. Тренировки занимают 3 часа утром и 3 вечером. За это время теннисист пробегает 30 километров, выпивает 3-4 литра воды, совершает огромное количество наклонов и ударов. Теннисисту всего 15. Он младший во взрослой сборной страны и вместе со всеми готовится к командному чемпионату мира. При этом старших не боится, а учится побеждать. С ним нужно более тактично играть, показывать свой лучший теннис, чтобы с ними бороться, выигрывать их. Это не как у юноши уже. С ним больше нужно в тактику играть, головой. Простых ошибок не допускать. В планах команды Казахстана войти в 16 лучших из 40 стран мира. Чемпионат пройдет в Китае уже этой осенью. Илана Чаус, Иран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Караганда. Итоги дня. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok